В последнее время все чаще на федеральном уровне говорят о проблемах государственной и личной безопасности. Только за полгода количество атак на российские информационные системы правительства можно сравнить с пятилетними показателями. Наибольший рост числа утечек в России зафиксировано в промышленности и торговле. Также трудности возникли и из-за ухода многих зарубежных лидеров в этой сфере. Отказ иностранных вендоров, прочих поставщиков оборудования, решений, которыми пользовались профильные специалисты по информационной безопасности, они привели к тому, что людей, специалистов, которые работают на отечественных решениях, дефицит их мало, решений дефицит их тоже мало. Многие осознанно работали на международных решениях, потому что они объективно были где-то лучше, где-то более распиарены, разекламированы. Кто-то приходил, там уже, собственно говоря, исторически давно они ими пользовались. Но это все привело к определенному такому и вакууму, и растерянности. Персональные данные россиян и их защита остаются также одной из самых актуальных тем в госорганах и обществе. К примеру, ранее произошла утечка телефонных номеров и информации о заказах своих пользователей сервиса «Яндекс.Еда». А вот как не стать жертвой по собственной вине, обсудили на конференции «Кибернезависимость-2022». Не поддаваться на провокацию, это, как я говорил, человеческий фактор. Могут попытаться вас что-то уговорить, что вы что-то куда-то попали и так далее. Второе, конечно, это быть разборчивым в установке софта и так далее. То есть быть разборчивым вообще. Ну и соблюдать элементарные правила безопасности, то есть по каким-то сайтам, которые заведомо могут вам навредить, не надо ходить. По информации ведущего российского разработчика решения для обеспечения информационной безопасности организации «Инфоведж», в первом полугодии 2022 года число утечек в мире выросло почти вдвое, а в России почти в полтора раза. В стране количество похищенных записей составило 187 миллионов. По мнению экспертов, сейчас четко виден запрос на реальную безопасность и недопущение значимых для бизнеса рисков. К примеру, в этом году появились отечественные метапродукты, которые полностью ориентированы на идею результативной информационной безопасности.